В чем суть страсти? Страсти бывают разными. Они бывают плохими. Бывает страсть азартная, к игре. Может быть, страсть любовная. Может быть, страсть ненависти. И суть всегда одна и та же. Существует механизм доминанты. Это нейрофизиологическая особенность нашего мозга, который умеет сосредотачивать все свои активности, все активности разных центров мозга, в решении, в рамках одной задачи. Это эволюционно понятно. Мы спасались от хищников. Нам нужно было все сосредоточить на этой задаче. И поэтому мы умеем вот так собираться. Вот как бы в кулак. Но мы это делаем непроизвольно. Мы это делаем, потому что мы оказались заложниками каких-то внутренних движений нашего мозга. И зачастую эти страсти, конечно, они же не сразу возникают. Они капля, 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 капля. И у вас формируется этот доминант. Поэтому нужно быть очень внимательным к тому, как у вас вот эта страстность создается. В страстности хорошего ничего в страстности нет. Потому что тогда у вас вся остальная жизнь, как выжженной пустыни. Потому что все ваши силы тратятся на это. Ты громад, понимаете. Делает ставки, делает ставки. И все только там. Или страсть там кому-то, отомстители, еще что-то сделать. Ну, как бы ничего же не видит больше. Ни последствий, ни сопутствующих жертв и так далее. Деньги, кого-то могут быть страстью. Что вот, понимаете, деньги, деньги. Ну, у человека вообще больше ничего в жизни нет. Если так жить, понимаете. Поэтому страсть, она как бы, ну, с одной стороны, функционально, она может привести вас к цели. Проблема состоит в том, что не стоят эти цели ничего хорошего. Вот. А не слишком накладные. Живите объемной жизнью. Пусть будет много интересного и вкусного. А не одна какая-то испепеляющая жизнь страсти.